Приветствую вас! Давайте сразу скажем, что если чувства вашего молодого человека ушли, прямо вот совсем, да, то есть если они у него пропали, именно, именно пропали, то есть не стали пропадать, как вы говорите, а именно пропали, то сделать вы не сможете уже ничего, потому что если чувства пропали, то они пропали, вот. Нет, ну можно, конечно, будет выстраивать отношения заново, вот. Но вопрос, конечно, заключается в том, хотите ли вы этого и готовы ли вы к такому повороту событий. Потому что это достаточно серьезная работа, именно, вот, выстраивать отношения заново, если вы хотите этого. Вот. Далее. Значит, вы пишите, что ваши отношения, они на грани. Но при этом они на расстоянии. И вот здесь, в некоторой степени, на самом деле, есть противоречия. Я поясню, какое противоречие. Дело в том, что если у вас отношения на расстоянии, то это, по сути дела, не отношения. То есть если вы видитесь со своим молодым человеком, это еще куда ни шло, но все равно. А это не отношения, по сути дела. Почему? Потому что вы живете, как минимум, не друг другом, а именно образами. Ну вот, так обычно происходит, когда люди на расстоянии выстраивают отношения свои. Вот. То есть вы живете именно образами друг о друге, не реальными людьми, а друг о друге. Опять же, не совсем понятно, видитесь вы, не видитесь вы, встречаетесь вы, не встречаетесь вы. Об этом ни о чем вы не пишете, но я думаю, что если вы видитесь, то видитесь достаточно мало. Так, по крайней мере, мне почему-то кажется. Вот. Иначе, как объяснить, да, что у молодого человека стали пропадать чувства. То есть это, на самом деле, процесс игномерный, когда у отношений нет перспективы. Поэтому вы можете вернуть его чувства, если, с одной стороны, измените свое поведение. То есть, грубо говоря, сделаете его немножечко более, может быть, ценностным, а немножечко более выверенным и, может быть, направленным на него, а не на, допустим, себя. Как это вот, вероятнее всего происходит сейчас. Почему я так сказал, да? Потому что вы говорите, что у него пропали чувства, и вы хотите их вернуть. То есть, это у вас такая вот, своего рода потребностная составляющая идет. То есть, потребность получать. Вам этот человек нужен. Но, понимаете, только все в том и парадокс, что если вы хотите от человека получать чего-то, то любовью это можно назвать с большой натяжкой, а то и вообще без именно этого термина можно обойтись. Потому что любовь, она в общем и целом подразумевает немножечко другое. Любовь, она в общем и целом подразумевает все-таки то, что вы будете стараться человеку, еще раз повторю, отдавать. А это значит, что если у него пропали чувства, то вы продолжите просто делать для него все это в ваших силах и все. Но получается по факту так, что вы в чем-то нуждаетесь. И нужно вам самой или с психологом выявить в чем именно вы нуждаетесь. В чем конкретно вы нуждаетесь. И почему ваш мужчина, да, вот ваш молодой человек по сути единственный, кто может вам это дать. То есть меня интересует, на чем вы концентрируетесь, когда речь идет о мужчине. Для отношений, вообще для любых отношений, очень важно, чтобы у них была перспектива. Здесь я, пожалуй, со своим коллегой соглашусь. То есть если у отношений перспективы нет, если у вас нету возможности, ну, быть вместе, то пропажа чувств у молодого человека, это по факту защитная реакция. Потому что иначе человек будет страдать. Иначе человек, как бы, чувствует, что ему будет плохо. И это действительно так, ему будет плохо. Вот. Поэтому, подумайте, что мужчине нравится сейчас. Подумайте, что вызывает у него такой живой интерес на самом деле. Что могло бы вызвать у него живой интерес. Ну, именно вот в контексте, в контексте вас. Подумайте. Это важно. На самом деле. Это важно. И если вы действительно его любите, если вы своего мужчину любите, то вы сделаете все для того, чтобы он, именно он был счастлив. Понимаете? Вы сделаете все, чтобы у мужчины все было хорошо. И как только вы перестанете на него давить, как только вы, как только он, точнее, перестанет чувствовать от вас вот это вот давление, может быть, что вы ждете от него, ну, чего-то. Что он вам, бац, может быть, не в силах. Как только это появится у вас в отношениях, вы тут же получите возможность вернуть его чувства, если они есть. Я бы даже сказал так. Не вернуть чувства, а раскрыть их. Просто максимально раскрыть тот потенциал чувств, которые есть, например, у вашего молодого человека. Вот именно, ну, сейчас, вот на данный момент, момент времени. Вот. Вот это то, что вы реально можете сделать. Сами. На самом деле. А время покажешь. Отдельно я хотел бы сказать, что ваш вопрос очень похож на аналогичный для эзотериков, ну, то есть для предсказания. Поэтому, если, если вы хотите именно предсказания, если вы хотите, чтобы вам предсказали, то обратитесь в раздел эзотерики, там вам помогут. Именно по предсказанию будущего. Вот. Ну, если вы хотите именно этого, если вы ошиблись и задали вопрос свой не психологам, да, а именно, вот, хотели задать свой вопрос эзотерикам. Такое бывает, люди иногда ошибаются, потому что ваш вопрос, он такой, смогу ли я вернуть, то есть вы как будто хотите знать будущее. Вот, психологи, а будущее не предсказывают. Психологи, они работают немножко в другом направлении. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.